МОГИЛЁВСКАЯ ОСТРАДНАЯ ПЕВИЦА МОГИЛЁВСКАЯ ОСТРАДНАЯ ПЕВИЦА Я тогда поняла, что все-таки целью своей в жизни поставлю быть на сцене. Первый крупный успех ждал Ульяну Шелых почти 20 лет назад. Она не только победила на Международном фестивале детского творчества «Золотая пчелка», но и взяла приз зрительских симпатий. Это стало хорошим стимулом к работе. Юная певица в себя поверила и поняла. Успех на сцене – это не только талант, но и большой труд. Там, где тебя уже нет, зажигается звезда, где-то горит рассвет. У каждого человека есть свое в жизни предназначение. Рождается ребенок, и ему откуда-то сверху дано что-то свое. Кто-то классно рисует, кто-то классно танцует, кто-то классно поет, кто-то классно, ну не знаю, крестиком вышивает. И вот я считаю, человек после себя должен обязательно оставить след какой-то, вот то, что в зерно вложено в него, просто чтобы оно было раскрыто максимально. Шоу-бизнес – сфера непростая, и на современной сцене конкуренция серьезная. Но Ульяна Шелых уверена, на ней хватит места всем. Главное, чтобы эта конкуренция была здоровая. Вот это важно. И у каждого артиста свой стиль, свой образ, своя какая-то тематика, свое направление, и, соответственно, свой слушатель. Вот поэтому я считаю, что всем хватит места, если человек действительно профессионально работает, и старается, и что-то делает. Часть успеха на сцене для любого артиста – хит, по которому его узнают. У Ульяны есть такая песня. На данный момент у меня такой и старый хит «Глаз твоих аквамарин». Вот многие знают, уже даже выхожу на площадки, даже приезжаю в агрогородки, бывает. Я вижу, что люди поют ее. А на данный момент я в процессе работаю, делаю альбом свой сольный. И эти песни, некоторые из них звучали на радио, но еще хитовыми пока не стали. Ну, вот работаю впереди. Все впереди, думаю. Сейчас певица не только пишет сольный альбом, еще готовится к съемкам клипа. Выбираем песню. Так получилось, что у нас их три претендентки. И пока еще выбираем, думаем. Но обязательно клип будет. В этом году Ульяна Шелых взяла гран-при 10-го фестиваля «Золотой голос России». Ей пришлось конкурировать с вокалистами из стран СНГ, которые прошли серьезный предварительный отбор. Конкурс делился на 10 блоков. Могилевиченко оказалась в команде народной артистки Чеченской республики Сагдианы. Честно, я не поверила в том, что Сагдиана выбрала меня. Вообще не ждала, не рассчитывала. Я думала, самое главное, что я там поучаствую. Я побываю в Останкино, я побываю в концертном зале Королевский. И, знаете, я выходила на сцену с ощущением, ну, спою, просто спою и уеду. Вот, ну и не просто спела получилось. Быть артистом – это такая же профессия, как и многие другие, считает Ульяна Шелох. Но сцена требует не только профессионализма и мастерства. Ею нужно болеть. Это очень ответственно, потому что чем выше твой статус, тем больше к себе придираешься. Смысл того, что ты доносишь до зрителя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...